Девушки отдыхают Видимо, одни сельчане еще в пути с работы, а другие морозным вечером предпочитают сидеть по домам. Потому просто любуемся волшебными видами в лучах вечернего солнца. Зерном богаты, кормами обеспечены. Итоги аграрные. Сегодня в программе. Ой, дай ж, Боже, гэтий пары, счастья утоли, хлеба в волю. Совет да любовь. Сыграем свадьбу по старинному хосимскому обычаю. Хвала Тобе и честь Тайгим Прыгожий. Рождественские канты. Споем вместе с деревенькой. Хлеб, молоко, мясо, яйца. Каждый день мы едим эти продукты. И все это производится у нас в Могилевской области. На наших полях, в наших садах, на наших фермах и предприятиях. И мы прекрасно понимаем, что в сельском хозяйстве, в переработке, в обслуживающей организации те деньги, которые вложены сегодня, завтра, конечно, отдачу не дают. Порой приходится ждать от года до пяти лет, чтобы получить те показатели, на которые мы надеемся. Одна из самых успешных отраслей – растениеводство. Зеленых кормов, которые заготовили наше хозяйство, хватит на полтора года. В год это был удачный. Нам бы, если бы еще один год такой удачный, то можно было бы сорваться. И, по сути дела, задача стоит на круглогодив, на содержание скота. Тогда совершенно другие показатели. И по молоку, и если есть корма, естественно, и будет мясо. Пятнадцать раз больше заготовили кукурузного зерна. В Могилевской области разрабатывается совместный с Венгрией проект по выращиванию кукурузы на зерно, чтобы получать еще больше урожая. Почти 8,5 тысячи гектаров мы оставили площадей для уборки на зерно, с учетом, что травинными кормами обеспечены. И плюс за счет кукурузного зерна это дополнительный резерв, так сказать, это будет зерно пущено на фуражные цели. В этом году хозяйство области получили лучший за последние 10 лет урожай льна. Северный шелк интересен иностранному покупателю, особенно Китаю. Эта страна планирует создать в Могилевской области совместное предприятие по переработке льна. Желаемый миллион тонн молока надоить пока не удалось. Для этого необходимо дойное стадо в 200 тысяч голов и удойно корову в 5 тысяч килограммов. Плюс выполнение технологии производства и трудовая дисциплина. Все это позволит достичь цели к 2020 году. Лесхозы экспортировали продукции в половину больше, чем год назад. Вместе с рентабельностью выросла и зарплата. В то же время на молочно-товарных комплексах и в растениеводстве заработок один из насущных вопросов. Мы видим эту проблему. Где-то и вина наша, что как бы хотелось, чтобы заработная плата была намного больше в сельском хозяйстве. Но 2017 год он должен быть переломным. И все для этого есть. Конечно, бездельнику зарплату платить никто не будет. Желающему, хотящему поможем, чтобы получить нормальную заработную плату. Новые технологии делают свое дело в сельском хозяйстве. Но главный ресурс – это люди. Учитель физики и математики Антон Балашков – классический образец молодого специалиста. Сперва вуз, потом распределение, недолгие сборы и… Здравствуй, Хотимский район. Вот только вместо традиционного общежития молодого человека поселили к бабушке. Надежде Лукьяновне. Так Антон Балашков стал квартирантом. Бабуля хорошая. Не обижает. С утра накормить, со школы встретить. Надо помогать его по хозяйству. Что попросит, то сделаем. Что не попросит, тоже сделаем. Это же не в городе, что у тебя газ. Тут надо и дрова принести, и поколоть их надо было. Ну, так нормально. Привык, влился в эту струю деревенскую. Это же не город, конечно, тяжко. Это туалет на улице, не только в бане. Так, вода… Одно хорошо, что не надо уже в колодец, уже вода в доме есть. Так помаленьку Антон учится быть хозяином. В сельской избе ведь не засидишься. Дом внимания, да и мужской руки требует. Там подремонтировать, тут подлатать – одно слово. Не заскучаешь. Во, бабуль, прибил. Вот только тут надо подправить чуть-чуть, чтобы лучше держалось. Так, теперь идите обеду. Во, иду, бабуль, иду. Домашнее сало, грибочки, деревенские разносолы. Надежда Лукьяновна хоть и не дает Антону спуску, но в целом балует. Блины пяку толстые, и ладки пяку, сметание яму. Что, а что же я ему больше? Ну, я ж такое уже… В деревне что, одна такая самая еда. Капусту варю вон, где-то яке, квашеную. А так не привередничает? Ест все, что даете? А если не привередничает, нехай будь голодный ходить. Такие у бабы холодни. Мама такое не умеет делать. Батьвинья такое. Я то, что в городе. Вот, и с рассольчиком, с огуречным. Ой, окей. Попусти с картошкой, ешь, тут один хлебаешь. Наоборот, хорошо. Очень трудно потомственному горожанину адаптироваться к жизни на селе, говорит Антон. Поэтому и боятся многие студенты распределения в отдаленные районы. Но именно тут проявляется нутролю ткоя. Человек ведь как? Ко всему привыкает. Не зря поступали, не зря шучили. А как там получится? Получится в сельскую местность, я буду не против пойти работать. А как уже пожил в деревне, я понимаю, что в деревне гораздо лучше. Спокойнее. То есть ты пришел, ну, чтобы хозяйству помог, туда-сюда справился, сделался. Вечером зато вышел, на лавочку сел. Сидишь, отдыхаешь. Просто отдыхаешь. И физически, и морально. 21 декабря молодым девушкам полагалось заниматься рукоделием. Прясть, ткать, шить, вышивать. И при этом делать все это нужно было в одиночестве. Молодым рукодельницам советовали обвивать вокруг руки шелковую нитку, чтобы не уколоть палец. Магической силой обладала и сама вышивка, в которой нередко зашифровывали разного рода символы. Так, румбы на полотенцах обозначали плодородие. Круглые розетки и крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий. В традиционных узорах вышивки встречаются также изображения солнца, деревья, птиц, олицетворяющих жизненные силы природы. Наши предки верили в их силу, считая, что они принесут в дом достаток и благополучие. Под куполинку и с традиционным сельским колоритом. Такая она свадьба по-народному. Все больше молодых пар желают скрепить свой союз не просто в ЗАГСе, Среди предпочтений все чаще встречается выездная роспись на природе или свадьба с элементами аутентичности. Для охотимся такие гуляния не в новинку, опыт есть. В частности, а с реквизитом в музее помогают Андрей и Елена поженились пару месяцев назад. Просто расписались в ЗАГСе, а свадебку решили отгулять, так сказать, на бабушкин манер. Поучаствовать в уникальном восстановленном свадебном обряде большая удача. Сегодня мне доверили роль свадат. Сейчас мне выйдут каравай, который я буду подавать молодым женам, чтобы определились, кто в доме хозяин. Жить с семьей – это труд, а порой и испытания. Чтобы проверить молодых на семейную прочность, для них устроили экзамены. А чтобы жизнь семейная заладилась, вспомнили обряды наших предков. А сейчас запрошаем сесть на нашу лавку в эту ручнику. Ковы помер собой, завсюды были в зботе. Неправдивая колена, неправдивая колена, казалось же сей, не буду, казалось же сей, не буду белого цвета. Роль хлеба в жизни человека нельзя переоценить, а весельный каравай лечусь головным весельным символом. Соль так само лечилась вельми каштоной, поэтому молодыхи сустракали самым головным в жизни и в господарцы. Ну что, свадься, поглядим, кто в этом доме будет самый головный? А давайте поглядим. Кто наибольший ковалочек от этого каравая отломит, то и будет головный. Кто первый? Ну, давай. Традиционный свадебный обряд уже редко встречается в городах, но многие традиции сохранились, пусть и немного измененные. До сих пор современные женихи вносят невест в дом на руках, а когда молодые выходят из ЗАГСа, гости посыпают их зерном, лепестками роз, деньгами и конфетами. Интересно. Интересно знать свою историю, своей страны, своего края. Поэтому хорошо, что есть такие обряды, что люди не забывают и восстанавливают это даже сейчас. На свадьбе тоже некоторые были тоже обряды, некоторые, как здесь, тоже только наручник мы становились, ну, тоже вспоминали что-то старое такое. Все-таки это сохраняется и переходит с поколения в поколение. Ну что же, я думаю, не стоит вас сильно задерживать, но нам всем остается только сказать «Горько!» «Горько! Горько! 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 Горько!» «Мощная, освощая, смачная, смачная!» Вот и все, правда. Аккомпанемент. Раз, два. Без цимбального народного оркестра в Осиповичском районе не обходится ни один праздник. Этот коллектив один из старейших в области. Недавно оркестр отметил юбилей 65-летия. Я в оркестр пришла 52 года тому назад. 12 лет было мне. Я пришла в этот оркестр. А как он создавался? Он создавался еще не в этом здании, а в клубе железнодорожников «Красный октябрь». Но там сразу работали. Оркестр был такой самодеятельный. Играли мужчины на скрипках, на цимбалах. Такие цимбалы даже на ножках не стояли, а стояли так. На коленках они держали старые старинные цимбалы. Это сегодня в коллективе все артисты с музыкальным образованием. А тогда вспоминают его старейшие участники. Все были самоучки. Играли без нот. Музыку подбирали на слух или снимали с рук. Руководитель наигрывал партию и показывал, на какие струны бить молоточками. Я пришла, коллектив уже был очень большой. Было очень много преподавателей. Были люди у нас, кто самодеятельные артисты. И мы, в общем-то, ходили тогда детьми. А потом это пошло и пошло. Даже в студенческие годы сюда, в выходной и на репетиции, на концерты. Все это было. Лет, наверное, восемь я училась в музыкальной школе. Потом отучилась в колледже и обратно вернулась сюда. Сразу в оркестр, да? Да, и сразу в оркестр. Интересно достаточно. Было время, оркестр выступал и в театре оперы и балета в Минске, и в Москве. На Останкинской телестудии сейчас концерты дают в основном в райцентре и сельских клубах. Но качество выступления было и остается высоким. В коллективе вырастили и своего руководителя. Все мои преподаватели. Поначалу, конечно, казалось, что вообще это непосильная ноша будет, потому что, ну, вот они меня учили, а тут я прихожу к ним и должна тоже им что-то сказать. Вот я только закончила Академию музыки. Ну, как-то, вы знаете, хорошо. Сложилось все благодаря вот их помощи, их поддержке. После юбилейного концерта перерыва в репетициях артисты не сделали. Народный цимбальный оркестр готовит новый репертуар. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Четверть века они радуют песни не только односельчан. Ансамбль «Житница» появился в деревне Ореховка Кличевского района в 1991 году. Его основатели и бессменные руководители – супружеская пара Владимир и Елена Ваакс. Коллектив не только исполняет народные и классические произведения. Уникальность «Житницы» в авторском самообытном материале. Но слово самой «Житницы». Всё, что «Житница» делает, она делает от души. Мы любим очень народную музыку. Мы очень любим песни, которые нам пишет Владимир Георгиевич. Мы очень любим духовную музыку. Мы даже эстрадные иногда песни поём, если они нужны в каком-то концерте. То есть «Житница» не имеет одну какую-то ипостась. Мы многоликие. Сдохи слышатся и стоны, «Боже, не оставь меня!» Её родивые поклоны бьёт веригами звеня. Да исправится молитва моя. Я кокодило пред тупою, воздияние руку моею. Жертва вечерняя. При Балтике там большая диаспора белорусов живёт. Мы всегда там желанные гости. И в Польше нас всегда ждут. Там большой фестиваль собирается. Присутствует даже до 50 коллективов. И мы там желанные гости. А у света нам на вина была святый вечер. Там прочистая сына родила святый вечер. В небе зорочки засветилися святый вечер. Пришли мудроцы и поклонились святый вечер. Мы свои поездки всегда рассматриваем не только концертные выступления. Конечно, как представители осознанно, как представители своего государства. И не только района, а и государства, конечно же. И приятно, что у нас во многих поездках официальные приёмы и администрации городов. Они всегда есть, присутствуют. Узросло Витя, Господь, Христос Бог, святый вечер. Правды, свет, гнасти, Йонокопомо, святый вечер. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что наши сельчане любят и хорошо умеют трудиться на земле. Но первыми преуспевающими фермерами стали отнюдь не люди, а муравьи. Мурашечки-трудяжечки с островов Фиджи занимаются посевом и удобрением семян по меньшей мере шести видов растений. Насекомые собирают семена, а потом сажают их в укромные трещины, которые находят в деревьях. Таким образом обеспечивают себя пищей. Предлагаю и нам с вами немножечко потрудиться. Ведь скоро Новый год, надо закончить все важные дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова